Добрый день, меня зовут Марина Писарина. Я являюсь финансовым консультантом компании Starlight. Итак, я предлагаю клиентам страховые продукты. Но это страховые продукты не рисковых компаний, а компаний по страхованию жизни. Что это значит? Что все страховые компании во всем мире делятся на два так называемых сектора. Первый сектор – нон-лайф, второй сектор – лайфовые компании. То есть компании по страхованию жизни. Чем они между собой отличаются? На самом деле это два разных вида лицензий, два разных вида деятельности. Первый вид – это рисковые страховые компании. Это те компании, которые занимаются страхованием имущества, страхованием машин, каска, сага, страхованием может быть рисков по бизнесу. Вот все это направление. Я занимаюсь другим направлением – сектор лайф. Страховые компании по страхованию жизни. На Западе их еще называют инвестиционно-страховыми компаниями. Я считаю, что это более, так сказать, правильный термин на самом деле. Потому что эти компании на самом деле действительно профессиональные инвесторы, по большому счету. А то, что они предлагают еще дополнительные услуги по страхованию, это, сказать, еще одна сфера их деятельности. Но на самом деле вся их мощь, вся их внимание сосредоточены на том, чтобы инвестировать и грамотно управлять деньгами. Во всем мире за последние 100 лет не было прецедентов банкротства подобной ни одной компании. О чем это говорит? Ну, я думаю, что это можно отнести к надежности. Даже по закону, по которому работают эти компании, у нас мировые, масштабные, серьезные, массивные, там, большие финансовые корпорации. Даже по закону о страховании прописано, что эти компании не могут быть банкротами. Откуда же все это получается? Как они работают? Как они управляют деньгами? Итак, надежность страховых лайфовых компаний. Делаем самый главный момент о том, что они четко работают по закону о страховании. Какое у нас с вами, как у потребителей, в этом преимущество? Преимущество в том, что наш, украинский закон о страховании, на самом деле является законом с высокими европейскими стандартами. Если проще сказать, что он качественно переписан с тех законов, которые благополучно работают в других странах. И таким образом мы с вами, как у потребителей, на самом деле и получаем качественные, хорошие услуги. Потому что прописаны важные вещи в законе о страховании, которые защищают наши интересы, наши интересы как у потребителей. Второй момент. Как же страховые компании работают с деньгами? Законом о страховании прописано, что есть направление, куда страховые компании имеют право инвестировать, и что страховые резервы имеют право формировать, только осуществляя активы или финансовые операции в определенные, конкретные областях. То есть страховые компании по страхованию жизни не имеют право рисковать деньгами клиента, не играют ни на бирже, ни на фондовой, ни на бирже с ценными бумагами. Куда же предпочитают инвестировать деньги лайфовые страховые компании? Это, как правило, недвижимость, это, как правило, золото, государственные ценные бумаги и банковские депозиты. Но это надо понимать, что это, возможно, небольшая сумма денег, это деньги для быстрого реагирования, потому что каждая страховая компания осуществляет выплаты на выплату иногда от двух, срок два месяца, иногда на выплату это всего лишь 14 дней. И возмещение страховые, это достаточно большие суммы денег. Так вот, если бы все деньги страховой компании были инвестированы в недвижимость, золото и государственные ценные бумаги, тогда, наверное, мы бы стояли под вопросом быстрая выплата, да, потому что получить деньги, это нужно продать недвижимым, да, но быстро ее не всегда возможно продать. Или продать золото или государственные ценные бумаги. Ну, это не мудро, не рационально, и так кто не поступает. Поэтому часть денег размещена на банковских депозитах, надежных банках, но поскольку контракты долгосрочные, то есть страховая компания принимает и понимает, что надолго в управлении финансы от клиентов, поэтому она имеет право и возможность сделать такие долгосрочные, однозначно долгосрочные инвестиции, это недвижимость, золото, государственные ценные бумаги. То есть приблизительно вот такой инвестиционный портфель. Следующий момент. Важным является то, опять же это прописано в законе о страховании, что страховая компания должна иметь страховые резервы в размере 105% в отношении тех денег, которые она приняла для клиентов. То есть страховые резервы, ключевое слово, 105%. Ну, условно скажем, клиент размещает 10 тысяч гривен, значит у страховой компании что? На 5% больше должно быть сформировано страховых резервов, тем то, что она приняла в виде себя, ну, обязательства, да? Но я как консультант брокерской компании, компании StarLife, а на рынке StarLife предлагает, как правило, продукты международных компаний, у которых срок деятельности больше чем 100 лет, то у международных таких крупных и мощных компаний вот этот вот коэффициент, можно сказать, коэффициент платежеспособности порой доходит 470, 430, 450%, то есть не 105%, а можно сказать более простым языком, что денежная масса самой компании практически в 5 раз превышает уплатежеспособности, да, все то, что клиенты дают ей на время в виде возможности инвестировать и управлять деньгами. И еще один немаловажный момент, четвертый государственный контроль. Итак, страховые компании по страхованию жизни проходят, опять же, согласно закону о страховании, каждый год ежеквартальный государственный контроль, то есть на самом деле это попросту сказать аудит, это не просто проверка компании на уплату налогов, скажем так, да, это полный аудит, то есть что проверяет государство. Государство смотрит, куда инвестированы деньги клиентов, государство смотрит, как распределяются прибыли, потому что только 15% из всей прибыли компания может поставить себе, все остальное должно распределиться между клиентами. государство смотрит, как происходят выплаты, аудит проверяет даже сроки по выплатам и документы, которые поступают, то есть насколько основания для выплаты и все документы оформлены правильно. Почему такой, скажем, жесткий надзор, да? Да потому что страховые компании как бы относятся сейчас к третьему этапу пенсионной реформы, да, это возможность иметь поле страхования жизни, накопить для себя на будущем, на свою будущую пенсию. А поскольку для нас, в нашей стране это остро стоящий вопрос, то государство заинтересовано в том, чтобы снялась социальная напряженность, и все это можно сделать только если мы с вами осознаем и начнем на будущее накапливать сами, используя один из инструментов, это поле страхования жизни. Так вот, государство и контролирует очень жестко страховые компании, надзор за деятельностью, лицензии выдаются бессрочные. Чтобы получить лицензию на такой вид деятельности, надо выполнить очень-очень много серьезных условий, и государственный контроль 4 раза в год. Ну, если кто-то бухгалтер, то я думаю, что вы оценили, насколько это серьезно. Так вот, все эти моменты, действительно, у них, как бы, это самые важные факторы, кроется то, почему компании не становятся банкротами. Потому что это надежные инвестиции, потому что под присмотром государства, потому что все делается достаточно надежно и профессионально. Международные и западные страховые компании, прежде чем выйти на наш рынок, за несколько лет, можно сказать, изучают его, прежде чем выйти на рынок и получить лицензию, и когда уже выходят, то делают достаточно профессиональные и грамотные инвестиции. А мы с вами, как клиенты, получаем заведомо качественный, надежный, хороший финансовый продукт. Итак, покупка поля со страхования жизни – это не просто финансовая услуга, которую вы используете в своей жизни, это действительно надежные инвестиции. И если бы мы с вами в достаточной степени, и вы, как потенциальные клиенты, уже обладали большой денежной массой, и не знали бы, куда, или наоборот, знали бы, куда размещать наши деньги, мы бы, наверное, с вами поступали точно так же. Инвестировали и в золото, инвестировали деньги в недвижимость, инвестировали бы деньги в государственные ценные бумаги, потому что это надежные инвестиции, здесь фиксированные ставки доходности, это абсолютно ликвидно. Но поскольку стоимость поля со страхования жизни – это годовой платеж – 3, 5 тысяч гривен, 10 тысяч гривен, да, у кого какие финансовые возможности, то представить себе, что за 3 тысячи, за 5 тысяч гривен в год мы с вами можем купить недвижимость. Нет, это невозможно. Золото. Ну, возможно, маленький какой-то свитер на большую сумму. Государственные ценные бумаги – это только если большая денежная масса, потому что они не продаются по одной, есть возможность только пакетами. А это значит, можно купить только если суммы, которые есть у вас на руках, это 100 тысяч гривен, там, допустим, и больше. То есть, это хорошие инвестиции и получаются еще с другой стороны доступные, доступные за обычные деньги, 3-5 тысяч гривен в год, абсолютно доступные для вас. И поэтому моя рекомендация, как финансового консультанта, это важный вопрос – инвестировать в свое будущее, а имея поле страхования жизни, вы осуществляете на самом деле долгосрочные, но надежные инвестиции. Итак, всего доброго. До встречи. Марина из Терева.